Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин с вами проводят это утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, наверное, вот одна из самых главных проблем сейчас, которые стоят в Латвии, это снижение темпов вакцинации. И вот я так понимаю, что от политики, ну, от пряника, возможно, правительство примет какие-то решения, будет использовать больше кнута. Мы сейчас видим, что ограничения всевозможные, которые испытывают на себе невакцинированные, вызывают раздражение. И, в принципе, в ряде стран сейчас мы наблюдаем даже и в соседней Литве попытки протестов, и такая ситуация довольно сложная, потому что, с одной стороны, стремление сделать вакцинацию обязательной, а с другой стороны, все время говорят, что это дело добровольное. То есть, вот где найти этот баланс, и не нарушаются ли в этом права человека? Вот об этом мы хотели бы сегодня поговорить с нашим сегодняшним утренним гостем. Это оммутсмен Юрис Янсен. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну вот действительно, каким образом вот эти ограничения, когда мы видим, что посещение мест культурных мероприятий, опять-таки, только для вакцинированных, возможности посидеть в кафе, в ресторане, или даже просто перекусить внутри помещения, опять-таки, только для вакцинированных, чувствуется, ну вот возникают... Некоторое такое чувство легкой сегрегации. Да, сегрегации. Например, вот Эрик Лэптон вообще заявил, что он не будет выступать с концертами, потому что вот для него как-то, ну, сама мысль о том, что будут делить его публику, его аудиторию, его поклонников на вакцинированных, не вакцинированных, для него это как-то неприемлемо. Он не понимает, он не хочет обидеть, оскорбить тех, кто, скажем, не вакцинировался и не может попасть на его концерт. Не, ну, ситуация, в принципе, она, я скажу так, она очень сложная, и она становится еще более сложной. Почему? Потому что, ну, то, что делает правительство, там, ну, получается, как бы, шаг вперед, а результат, как бы, два шага назад. Ну, с этим, я думаю, ну, видите, там всякие протестные акции, ну, появляется вот эта, ну, как бы, информация, что там будет обязательное, где-то, может, там люди понимают это как, ну, обязательное, даже, может быть, принудительное вакцинации. Это не так. И те поправки, которые сейчас, ну, как бы, рассматриваются в парламенте, там не идет речь о обязательной и ни в коем случае принудительной вакцинации. Но то, что мне, ну, кажется, так интересным и, ну, несправедливым, вот сейчас тоже разговоры, чтобы, ну, парламент мог, ну, как бы, ну, работать, ну, в парламентском зале заседаний, ну, там, чтобы они были не отдаленки, а уже конкретно работали как в нормальном режиме. Ну, и там появляются варианты, что там, да, ну, вот этот сертификат там, вакцинированный или человек уже проболевший этим вирусом, или, ну, могут показать негативный тест. Но это как-то несправедливо, если мы смотрим насчет учителей, педагогов в школах и медиков. Ну, там же должно быть какое-то равноправие. Ну, у них, ну, они должны, как бы, да, вакцинироваться, потому что они работают, ну, в тесном контакте с людьми, с учениками, с пациентами, клиентами. А парламентцы, ну, как бы, нет. Это несправедливо. Ну, насчет, что вы, ну, тоже, ну, сказали, насчет там ресторана и культурные мероприятия, ну, там тоже много вопросов. Но если есть этот, ну, как говорится, сертификат, который годный, он, и человек может, ну, доказать, что, ну, он там, ну, или вакцинированный, или проболевший, или у него негативный тест, то я не вижу, ну, никаких проблем, чтобы, ну, мы могли так на равноправных, ну, вот, правах, в принципе, посещать все эти мероприятия. То есть, если короткая версия, на ваш взгляд, то, что все-таки называется обязательной вакцинацией для определенных профессий, скажем так, или сфер деятельности, она не нарушает прав человека? Ну, там насчет этого вопроса, там еще дискуссия. Если мы смотрим другие примеры других стран, то там неоднозначно. Я думаю, долго после вот этого COVID, дай бог, чтобы он скорее закончился, я думаю, что для юристов, и особенно юристов, которые работают в сфере прав человека и конституциональном уровне, там будут много дискуссий. Я думаю, с точки зрения тоже юстиции, там могут появиться, ну, всякие интересные решения, всякие интересные, ну, юридические аспекты. Но сейчас очень затруднительно сказать, который самый правильный рецепт. Но то, что вакцинация не должна быть, ну, как это, ну, многие, ну, понимают, как многие считают, обязательной, но это понятно, да. С точки зрения прав человека, в принципе, ну, это не должно быть обязательным, но должны быть механизмы, которые нам, ну, обществу гарантируют, что мы можем жить, ну, в здоровой среде. И это уже задача правительства, как эффективно, как справедливо, ну, пустить такие механизмы, чтобы, ну, практически не нарушались права человека, и вот это равноправие соблюдалось. Это самый-самый сложный вопрос для правительства. Ну, они там, ну, пытаются всякие, ну, скажем так, маневры, да, всякие идеи там, и лотерея, и всякие льготы, и так далее, и так далее. И мы видим, что, в принципе, общество на это реагирует очень контроверсально. Ну, в принципе, они делают митинги, они собираются и протестируют против этих решений. Но я думаю, что тут, в принципе, главным образом не проблема с COVID и вакцинацией, в принципе, проблема с правительством, потому что она очень, ну, она была неконсеквентна, да, и в каких-то ситуациях коммуникация была, ну, вообще непонятная для общества, и где-то даже такая истерическая. Почему я так считаю? Потому что, если посмотреть некоторые пресс-конференции, ну, скажем так, в прошлом году или в этом году в начале, то, в принципе, один министр говорит одно, другой министр говорит другое. Премьер, он даже не мог, ну, как бы, ну, сказать главные вот эти черты, главные направления, как, что правительство решило, и с чем нам надо считаться. Ну, например, сейчас 1 сентября на носу, да, и общество, оно знает, понимает, там будет учеба в школах или отдаленка будет. Там еще, ну, вот такие... Как раз сегодня будет заседание Кабмина, и, кстати, очное, где и должно быть принято окончательное решение касаемо 1 сентября. Родители должны считаться с чем-то. Школы, учителя должны считаться. Осталось 2 недели. И подумайте, ну, да, там, у министров они могут, там, ну, делать заседание заседанием, но семьи, родители, они должны считаться. Надо будет пускать в школу или опять надо будет как-то маневрировать и кому-то из родителей сидеть дома вместе с детьми, вместе с учениками. И, ну, в принципе, ну, как бы проводить вот этот учебный процесс в отдаленке. Но мы уже сейчас видим, есть международные институции, которые там, Европейские комиссии и другие, они делали расследование насчет, ну, как эта отдаленка влияет на качество образования детей. Ну, и там, в принципе, ну, очень кратко могу сказать, что, в принципе, очень негативно это влияет на детей. И особенно тех детей, которые, в принципе, живут, ну, скажем так, не очень в благосостоятельных семьях. Потому что там нехватка технологий, там, ну, очень много, ну, всяких проблематических этих вопросов, чтобы качественно могли, ну, получить вот это отдаленное образование. Но вот с другой ведь стороны, если посмотреть, я говорю о обязательной вакцинации преподавателей, ну, в учителей. Ведь для родителей тоже это опасность, если они отправляют ребенка в школу, они знают, что учителя многие не вакцинированы, то есть ребенок может заразиться, может принести в семью. И это, ну, тоже как бы право, мне кажется, на безопасность своего ребенка и семьи должно быть у родителей. Да, ну, вот это и есть самый, ну, как бы сложный, сложно решаемый вопрос. Потому что с одной точки зрения каждый имеет право отказаться от той или другой терапии, медицины, в том числе и вакцинации. Но с другой точки зрения, ну, мы все, ну, скажем так, общество, мы имеем право на государственные гарантии, на качественные, доступные государственные здравоохранительные системы. Вы понимаете, если сейчас заполнится больница опять, ну, скажем так, с ковид-инфицированными заболевшими пациентами, то, в принципе, это значит, что, ну, какие-то амбулаторные, ну, медицинские терапии и доступ к амбулаторным услугам медицинским, в принципе, у другой части общества, в принципе, уже ограничивается. И это, видите, это уже получается такое, как бы, ну, тут уже мы не можем говорить о каком-то справедливом балансе. Мы уже говорим о том, что если есть какая-то группа общества, которые, в принципе, ну, только по принципу я не хочу и не буду вакцинироваться, они, в принципе, попадают в больницу, и КПЦ больниц уже, ну, скажем, на таком уровне, что другие медицинские услуги недоступны. Это тоже, это уже противоречит нашей Конституции. И это, как я уже подчеркнул, это очень-очень сложный вопрос нашему правительству, потому что он уже, ну, он уже выявил вот эту неспособность, ну, скажем так, эффективно реагировать, эффективно проводить мероприятия, и чтобы, ну, мы могли вот эти проблемы устранить и найти вот этот баланс, баланс между не хочу вакцинироваться и, ну, гарантируется, ну, скажем так, этим людям, да, какие-то алтернативные возможности и между тем, которые, ну, они имеют право на доступ к образованию и доступ к здравоуспериментальной системе. Учитывая вышесказанное, как вы считаете, насколько этично некоторым политикам призывать людей выходить на улицы и противостоять, бороться с вот этими требованиями вакцинации? Опять же, беря во внимание угрозу общественному здоровью, угрозу лишней нагрузки на систему медицинских услуг и так далее и тому подобное. Не, ну, видите, ну, насчет этики там вообще не вопрос. Ну, это один аспект. Но то, что в демократической стране, в демократии, это даже хорошо, что люди, если у них есть мнение и правительство не прислушивается, то они, ну, как бы, ну, делают такие, скажем так, протестные акции, они делают, ну, организуют митинги и так далее. Но тут очень важно подчеркнуть то, чтобы этот подход этих политиков не был манипулятивным, ну, чтобы они не влияли манипулятивным образом на вот эти группы общества. А сейчас очень-очень легко, в принципе, там даже, не важно, политик, не политик, но с какими-то, скажем, лозунгами, ну, то, что сейчас, ну, скажем так, очень актуально в обществе и особенно в этих группах, которые уже, скажем так, устали от неконсеквенций или, ну, этих решений правительства, которые даже правительство, ну, как бы, не разъясняет, ну, таким, ну, понятным, ну, чтобы, ну, как сказать, детишкам о зверюшкам, ну, чтобы всем было понятно. И, я думаю, тут очень-очень легко, в принципе, можно подойти, ну, с точки зрения манипуляции, чтобы, ну, собрать людей на всякие митинги и так далее, и так далее. Ну, это, в принципе, для демократии с одной точки зрения это хорошо, но с другой точки зрения это опасно, если там идет какая-то, скажем так, идеология, ну, скажем так, с манипулятивным направлением, чтобы тот или другой политик получал, ну, получил какие-то рейтинги или бонусы. И, в принципе, он оставляет, ну, как бы, вот эту часть общества, ну, в такой незнанке. Ну, он собрал, ну, там все, там, сказали свои протесты, свои, ну, скажем так, позиции, и, ну, с чем они, ну, не согласны, там, с правительством. И все. И, в принципе, все. Это неправильно. Я так думаю. Перейдем ко второй части. Да, я боюсь, что давно спало времени. Буквально вчера комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Меетович заявил о том, что все страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежище, даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу. Хотелось бы тоже попросить вас разъяснить ситуацию с теми нелегалами, которые просачиваются на территорию Латвии со стороны Белоруссии. На что они имеют право? Что мы, как латвийское государство, обязаны им предоставить, обеспечить? Нравится нам это или не нравится? Ну, условно, можем ли мы перекидывать их обратно через границу? Или мы должны принять, обогреть, накормить, разобраться в ситуации? Вот эти вот шаги. Да, там должен быть, я понял ваш вопрос, спасибо. Тут должен быть, скажем так, индивидуальный подход, потому что, если смотреть так, ну, на право, статус беженства, можно получить легальным путем. То, что, ну, скажем так, ну, понимаете, тут сложность в том, что наше соседнее государство или соседное государство объявило, что оно будет делать все, чтобы, ну, как-то, ну, деструктивно, ну, скажем так, ну, подойти к вот такими межгосударственными вопросами. Ну, и мы сейчас видим, что организируются, ну, какие-то рейсы или организировались какие-то авиарейсы, да, там, скажем так, туристов, которые направлялись в Белоруссию, в Минск, и потом они направлялись на литовские и латвийские границы. Но это уже такой большой-большой, ну, вопрос, как наши государственные, ну, пограничные или другие органы, как они на это реагируют. Но тут опять, я говорю, тут должен быть соблюден баланс, ну, скажем так, государственной безопасности и безопасность нашей границы, да, и с одной точки зрения, и с другой точки зрения, если есть реальная угроза, ну, тому или другому человеку, который, ну, в принципе, он, ну, нашел единственный вариант, как, ну, избегать каких-то там угроз или даже, ну, смертельной опасности, он идет, скажем так, через границу, это должно, ну, как бы, это должно, этот вопрос должен быть разобран уже, или рассмотрен уже согласно нашими международными обязательствам. Потому что если мы, ну, говорим, что Латвия правая и демократическая страна, и у нас есть много международных обязательств в сфере прав человека, то мы их должны соблюдать. И эти механизмы, ну, как отправлять обратно или принять и дать статус беженца, или, ну, какой-то альтернативный статус, там должны быть эффективные механизмы. Ну, я еще подчеркиваю, там должен быть соблюден вот этот баланс. Наше право на, скажем так, ну, безопасность в нашей стране, и, с другой стороны, что мы должны на, ну, скажем так, гуманитарных или гуманных обстоятельствах помочь другим. Это нелегкая задача для наших госструктур, армий и, ну, других институций. Ну, вот сейчас даже оценивается, по-моему, в 320 тысяч число возможных беженцев из Афганистана после того, как вот Талибан пришел к власти. И насколько вот мы готовы к тому, что такой поток ринется в Европу, возможно, через, как раз таки, через наши границы. Ну, видите, там уже вот это, это совсем другая ситуация. Там люди, ну, реально бегут от опасности, бегут от, ну, какого-то режима, которого они, ну, как бы, ну, считают, я так понимаю, это тоже в мире считается, ну, скажем, в западном мире считается, как, ну, террористический режим. Ну, я в этих вопросах не специалист, но так, через СМИ это мы можем видеть, и это уже другая ситуация. Но насколько мы готовы, и Европа готова, это вопрос не ко мне, это вопрос уже к правительству, к министрам и в Европейской комиссии. Но опять я хочу подчеркнуть, что если люди реально бегут от реальной опасности, угрозы для жизни, для здоровья, то мы, как правовое демократическое государство, которое обязулось, ну, эти вопросы, в принципе, решать через призму прав человека, уже, скажем так, на международном уровне, мы не можем делать какие-то, скажем так, шаги назад, и, знаете, нет, вот это сейчас мы не будем решать. В мирное время мы будем соблюдать права человека, а вот когда вот такая кризисная ситуация, то нет, это неправильно, да, но, подчеркиваю, ситуация очень сложная, и каждую минуту, каждый момент, каждый день, что правительство, ну, не принимает какие-то эффективные меры, не принимает какие-то решения, ну, чтобы все, и общество было готово, ну, к теми или другими, ну, ситуациями, это, в принципе, это тоже очень опасно. Мы, общество, ждем от ответственных институций, правительства, парламента, не знаю, комиссии Европы, рациональные, продуманные, эффективные решения и комментарии, как, что, как мы будем жить, с чем нам надо считаться, да, и так далее, и так далее. – Огромное спасибо омбудсмену Юрису Янсенцу, который уделил нам время и разъяснил вот эти вот два момента, что касается добровольно-принудительной вакцинации и гуманитарной вот этой ситуации с беженцами, с негальными мигрантами. Огромное спасибо, эксперт Янсен, хорошего вам дня. Мы прерываемся на паузу, после которой поговорим о красивых, стильных, в общем, о моделях.